всем привет с вами диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием блунд adventure time td а вот каждый раз забываю это сложное название которое у них тут прям гигантское на самом деле и но я надеюсь у вас будет нормальный звук так как я опять над ним немного поработал подкорректировал потому что предыдущих сериях вроде бы у вас был нормальный звук но при этом у меня он был очень громкий а сейчас я поставил игру на 1 процент громкости надеюсь что у вас все будет хорошо за кадром я поиграл раза два всего у ее так все изменилось сейчас вот хочу показать где вот прошел как как-то тыкнуть алё можно вот в земле трав вот задание которого мы в прошлый раз проходили его же прошел только на сложном уровне сложности то есть на серебряном до этого мы на проходили только на бронзовом и как раз таки вот на плане несколько достижений сейчас посмотрим лопнуть 50000 штук воздушных шаров учете так могу уже выполнял пройти приключение 5 очень свой шар будет повысить уровень персонажей трех звезд и лопнуть 200 штук с минусовых шаров также лопнуть 5000 штук воздушных шаров использовать союзников так неплохо вот денег мы уже накопили а давайте сразу же откроем посмотрим так давайте как команда пиратов у нас нет такого еще союзника как раз он для него подойдет остальное мы сбрасываем выходим на главную здесь я пока не хочу ничего создавать может быть когда-нибудь мы накопим на мега шары лани конечно же для него до него нам еще когда китая копить но всякое может быть все на суд за акция кайта но тут конечно да все за реальные деньги тут по моему где-то был магазин правда понять и он находится я по моему вчера вел вот вроде бы он посмотреть предложение такие вот мечи крутые так-то без особых свойств параметр урон за 4 звезды плюс 2 что-то пока что есть честно навряд ли буду что-то покупать потому что я в этом не очень разбираюсь сейчас мы наверно пойдем дальше с вами по квестам так а чё у нас тут так вопроса давайте выберем тогда а мы тут несколько можно выбрать а выиграть одну игру в лимонах ват выиграть одну игру экстремальный режим не размещая макс выиграть три игры сложный режим не размещая союзников вы давайте лучше сначала хотя первое выполнил ну что мне кажется мы пока что не готовы к чему-то прям сложному идти и где-то ты либо нахват сазь бы только понять как это работает вот видимо крест заблокирован это вот сюжетка будет на десятом уровне до 10 уровня то нам еще довольно таки долго им нахват по моему здесь был пока мятный лакей воевал с шарами лимонахват пробрался незамеченным и захватил конфетное королевство свергни его пройдите приключение захват лимонахвата для разблокировки давайте попробуем а захват лимона правные звуки раздаются в графстве лимонахвата а это может знать только одно кто-то в беде разблокировано так какой-то ниндзя это союзник или прям герой у нас а лимонахват здесь его что-то замышляет неприемлемо и молчание неприемлемо его молчание было бы очень кстати поговорить нам надо пойти внутрь и узнать что он замышляет нет нам надо пройти внутрь и оторвать ему язык серьезно я не могу больше это слушать смотри воздушные шары выходят из этой двери надо войти туда так уголь тут три здания сразу все три карты и сложность на 3 что-то ровно так давайте а на обычном конечно его на обычном сначала пройдем потому что сложно мне кажется нам пока что слишком сложно будет так откуда они пойдут а вот отсюда и тут кстати наконец-то водные у нас пошли так я бы вот сюда джейкоб нам тогда поставил в принципе хорошее место ведь начнем сразу ускорим раз потом кассе поставим и посмотрим на что она будет способна то как-то до этого же не было никаких водных карт хотя вроде бы была одна тогда у нас кесси еще не было я как раз таки пока один играл ничего не проверял ой сейчас один шар пройдет ну да ладно пока и так сойдет так надеюсь что джейк немного справится то я все-таки хочу сразу накопить на кессе поставить ее так один еще один шар сейчас прошел у нас так радиус то посмотрите у нее прям нормальный вот я бы ее вот так бы как-нибудь поставил лучше но она как знаете обезьяна flip booster про точно может быть от этого не отталкивались когда сдавали ее так как бы нам тут и нато поставить куда здесь вот поставим чтобы у них была такая дружба невероятная между собой синергия и сейчас наверное его по прокачиваем он стал сильнее как раз таки у него сейчас радиус заметно таки увеличился и потом мы можно прокачать дружбу а дружба по моему она дает денег и восстанавливает хп в каждом раунде там об этом как раз таки узнали в предыдущей серии как что нас 30 раундов кесси на подхвате стоит довольно таки нормально пока что идет ой но все равно кстати много-то проходит может быть я тут нефина прокачал причем неплохо таки прокачал может быть лучше станет мы посмотрим как у нас в итоге то все будет так вот дай кулак я сейчас хотел попробовать накопить эти 1400 хотя у нас что-то прям много стало проходить очень всех шаров прям уже 166 хп у нас поэтому сейчас может быть немного еще накоплю если так дела продолжат идти то я наверное все таки буду вкачивать джейка потому что очень силен как мне кажется нам еще надо накопить 300 монет ай-яй-яй много тут шаров то уже стало идти конечно так дай кулак так все можете про нас наконец-то хп будет восстанавливаться и сейчас я буду начинать в катю джейка я надеюсь что нам как много я надеюсь там тебя с этого ой а посмотрите сколько проходить то стало может быть нам надо кейс немного включать так в воронье гнездо она будет видеть комфлированные шары очень полезно кстати и крупная дробь вот это вам точно пригодится так как я еще по блонд ст д знаю что он это очень полезный навык правда это как либо стир улучшение команды а у меня в принципе то это союзников то не нету по моему взрывную бочку на трассу пока и так нормально мы сейчас будем качивать как раз таки нашу джейка посильнее был потом еще я бы поставил бабуль гум чтобы она всех замедляла а замедление нам очень даже пригодится по моему так все теперь точно на бабуль гум коплю а вот кейсик то кстати вот этого дробь прям не зря а что у них было такое у них тоже к этой синергии а типа ее любит или чего-то не понимаю так на бабуль гум накопили так ой ой чё реально слушай все мы прошли я даже не заметил а чё-то подумал но мы еще играть и играть будем и только я собрался вкачивать ну и ладно раз так 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 мы не против раз прошли то ладно так очки опыта уж 100 дали кстати немало откроем наш шар желаний самый обычный хочет зеленая бизнесмены союзники а тут чем дальности атаки давайте это сразу возьмем почему бы нет остальные все отдаем что это как как можно редкие будем собирать наши предметы тут посмотрите сложность аж 4 черепа что-то стрёмно от этого надеюсь все нормально пройдет офигеть а чё это за карта как это работает куда ставить то есть они идут вот в эту сторону с эти наверно вот так идут вот что что это такое что с этой карты не так слушайте я бы вот сюда наверно джейку поставил потому что это такое самое универсальное место ну вот сюда пускай будет здесь то что даже не знаю как у нас тут все выйдет надеюсь что все нормально особенность я скрою то немного да вот видите они с другой стороны сейчас пойдут но джейк должен пока что справляться то есть нет никаких прям таких невероятных трудностей да как обычно по старинке у нас один шар проходит да вот видите отсюда они идут но я бы вот нам макса будут сюда вставил как раз тут тоже хорошо вот пробивает у него радиуса так очень высокий ну это самая необычная карта на котором пока что играли в эту игру они с другой стороны хоть я чуть не понял они со всех сторон идут стулья если так то это же вообще жестко так вот теперь эту дверь открылась значит отсюда пойдут даже я был пулькум бы вот поставил нашу замедление здесь нам точно пригодятся так и надо тоже побыстрее буфина поставить конечно нет прям такого что мы без него ничего не сможем и вроде бы и так пока что справляемся он чуть у нас тут нам всего до кулачка совсем чуть-чуть не хватает вы понимаете надо же так всем пару пикселей ладно без кулачка будем а у ее а шарт один прошел пытался выбрать вот тут прям ускоренные я буду 2 обычных альзиана поставил то бы они защищали от наших случаев на подходе и сейчас надо бы джейка прокачать потому что пока что для меня прямо джейку знаете он кого-то самый универсальный герой и самый сильный может сказать особенно на начале конечно там есть донатные герои может быть они покруче будут ну что-то я не хочу это проверять мне пока что и так что ли нормально так джейк мастера на все руки сейчас бы хотел бы вкачать улучшает на такие а все атаки может быть у него еще и радиус увеличится в этом плане будущее здорово да ну но кстати мы совсем на чуть-чуть увеличимся я музыкали новый навык мощность оружия виде инструментов который использует джейк увеличивается это кстати ему как раз поставил это оружие прикольно смотрим как то работает ну карта как обычно у нас не кликабельная ничего нового так вот сейчас тут все у нас джейк по моему прям очень сильный очень крутой сейчас будем вкачивать макса потому что на подходе уже скоро 25 раунд и пойдет первый конкурированный шар а макс лучше на на начальном этапе с ними справляется по крайней мере конечно звуки джейк издает это вот вообще ну игра прикольная вот знаете прям полноценная стилистика время приключений что они не закрыли чего-то а показывают прям ну максимально как в самом мультике все и происходило за это прям уважение большое разработчиком также еще посмотрел в интернете все и в стиме про ну игру blunstead battles вроде бы называется с не ошибаюсь что вот первая часть выходила еще в 2016 году и вот как раз таки в этом году в конце должна выйти вторая часть и мне как раз таки уже один из зрителей писал чтобы я посмотрел что-то игра потому что американцы уже вообще снимают в русском из личном комьюнити еще нет такого но я успокоил зрителя потому что игра еще не вышла ни у кого это просто люди снимали мои ой хочу опять уже прошел реально и я был все готов и готов дальше идти люди проснимали свои реакции на трейлер сама игра вот как раз таки выйдет через пару месяцев и если так посмотреть то в стиме она похоже будет бесплатная потому что на данный момент написано что она бесплатная и когда она выйдет я обязательно буду снимать по ней видео по крайней мере попробовать мне интересно это что-то новое будет для меня по крайней мере так кого тут выбрать плюс урона растущим шарам и зомбошарам отвратительные собаки будут сопровождать кейси плавания по всем семи морям они атакуют пистолетами участвуют вот таких пейси муа послушайте давайте тогда используем раз мол это нам надо так главное а вот такой смыть ик не можем до использовать на как я могу понял можем а тут новое оружие появилось плюс одноколище селли присаживаем радиусе действия а давайте радиус действия через что ли возьмем по полезнее будет его сейчас для кейси как раз таки прокачаем союзники я бы лучше бы его а у нас уже они были я проглядел безделушки надет на джейка не знаю попробуем по крайней мере взять также берем обычный и по карте не понял там то ли лед то ли вода тебе не стоило сюда приходить мы знаем что ты что-то замышляешь ты работаешь на армию шаров и я ни на кого не работаю я тут главнее всех убирайте отсюда лимонахват мы не уйдем пока выпускайте шары так он реально плохой чё это он гонит что он нормальный так подождите как тут линию отсюда выходит вот так вот так вот так а красная током бьет как как это понять сюда мы станем джейка стоите посмотрите какая карта большая нас тут же где если окажется маленьким если обычно как-то они все герои больше были а вы посмотрите то есть еще временами током бьет а когда бьет током они недействительные офигеть а а как фильм бьет ну ладно ничего фильм задоджил или я чего-то не понимаю или я его как-то так аккуратно поставил что он по моему он бил нормально в любом случае мне это нравится то есть участвую сатуром по моему он действительно он бьет да офигеть где так поставил так его поставить посмотрим макси будет ли справляться не вот у макса бьет афина не бьет кстати а блин точно тяж короче на финна у него есть из безделушек какой-то шарф или выше такое которое ему помогало ото льда от молнии а я не знал в чем прикол этого и просто поставил а вот видимо это как раз таки для этих заданий слушайте действительно может быть так есть ну и тогда вообще круто тогда в первую очередь будем вкачивать нашего финна как же лимонахват то прям вообще горит от того что мы живы пока что на данный момент странно говорить справимся ли мы со всем этим бедствием мы покажем достойно прям нормально идем так еще лучше и быстрее получаем нашу афина по максимуму потому что он тут единственный кто имеет иммунитет на этой карте вообще прям здорово то есть тут очень много механик за которыми лучше уж читать что-нибудь и следить мы будем смотреть в любом случае так кажется справляемся мастер меча на пузырь давайте вот еще мастер меча я был вкачал и не могу целого криков как на самом деле вот сейчас вот понимаю что русская озвучка то время приключений очень даже крутая что она очень похожи с оригиналом вот действительно вот я вот вспоминаю когда я смотрю время приключений что там лимонахват действительно почти также и кричит вообще здорово кстати это вода давайте поставим кесси уже еще вот наших пиратов можем ставить точно что я вообще забыл про них так у нас один прошел а даже не заметил ладно один это не так страшно но зато теперь у нас есть кесси в команде и она будет уже лучше все это помогать тогда будем ее сейчас прокачивать мощная амуниция нам также вот пригодится потом еще и его дополнительных дополнительных пиратов будем ставить так как все таки это не маленький урон крупная дробь вот это вот нам точно сейчас пригодится сейчас наверно неё будем все-таки копить потому что если он поставим то она прям будет очень нам хорошо облегчать всю работу он пока что даже довольно таки в соло справляется часть ей надо обязательно вкачать чтобы она это спокойно с камуфляжем расправлялась этого не скоро уже первую пойдут так давайте как раз таки поставим двух помощников а мы еще можем что ли а давайте вот так вот возьмем вот солнце всего возможно трех поставить сейчас еще их улучшим а это улучшение позволяет нам еще союзников поставить офигеть ну вот соль пятерых хватит это конечно мне этого наверно надо продать потому что что-то он такси стреляет а так тут радиус то вообще гигантский что я это панул вот и так все и оставил им тут нормально 29 раунд уже сейчас еще бочки вкачал вы посмотрите что творят 10 своей армии пиратов то они тут совсем могут справиться нормально прикольно то есть у нас тут фильм датащил и самой вот кесси то продолжаем монеты драгоценный камень опять конфета шары желаний очки опыта 130 кстати аж очков опыта опять идем будем шары желаний открывать вот ты выглядишь немного сдувшимся лимона хват нифига как она его уделала от этого просто взорвешься не так ли я собираюсь его проткнуть подземелья хватит неприемлемо да успокойся не дуйся на нас куда ты идешь вернись мы только начали макс тут пленник вот что он затевал какой разговорчивый пленник не волнуйся малыш теперь ты в безопасности подожди что ты куда идешь кто это призрачная сай неумолимый уничтожитель муав хорошо пойдем за ней она может нам помочь не волнуйся сай всегда там где воздушные шары у это круто не может уничтожить а не может уничтожить кумфлированные шары а почему это плюс это как работает может может как это чего и ног сломался давно ли у героев стал плюс что он не может уничтожить кумфлированные шары потому что в обычном блуз тд там ведь сразу же она в уровне там сразу же нельзя могут справляться с кумфлированными шарами а тут что-то странно мне кажется наоборот может потом попробуем поставить и проверим так драгоценные монеты фрикадельки осколки чары желаний сила неплохо только много чудо ты лак откроем на шары желаний три зеленых улучшает получение становится на 3 процента дешевле увеличивает радиус взрыва на 5 процентов плюс 1 за каждые две звезды уровня увеличивает радиус взрыва на вот это взял возьму остальное сбрасываем и обычный шар очень зеленая ну давайте зеленый времен о новое достижение я желаю открыть 25 шаров желаний нормально им почти лопнули 500 штук свинцевых шаров так и куда бы нам дальше идти так с лимон охватом мы справились а новый крест только через один часов и что так работает все суши до шар желаний а суши наверно для сай как раз таки и нужны так двойном шары желаний еще один опять у тебя на это же у нас уже есть для джейка так дальность атаки свинников находящихся поблизости давайте это возьмем по моему это полезно будет так идем на главную и вот сейчас бы нам бы понять что дальше делать как у нас много чего прибавилось так что тут у нас за безделушки вот дальность атаки это лучше гугл гум ставить потому что у него самой дальность атаки очень большая радиус и больше союзников может там быть лучше не становится на три процента дешевле это я бы джейку отдал он можем уровень поднять с как раз таки и дам ему то безделушку и повышен повысим уровень джейк повышен 2 уровня поля а что значит космическая субстанция а даже не кликабельно слушайте ну ладно так для капитана кэйси у нас есть что-то обуза увеличит радиус взрыва на милли процентов лишние при броске взрывается ну ладно принципе эти вишни оставим по моему они и так хороши так куда бы нам идти подводный город доступного приключения пират в опасности давайте попробуем выполнить что ли а вы произвести начальную заставку они это нам не надо давайте попробуем о пройти это это задание тогда на а тут на обычный дает дополнительно и не хочу на обычный давайте попробуем пройти вот все вот это вот скресте что связано на серебряную то есть на сложный уровень сложности чтобы получить дополнительный сундук сейчас как раз таки вот этих три уровня пробуем закончить она же сейчас как раз таки и кейси есть тут она прям же вообще будет неплохо так правда занят куда я тут поставить к тому же тут только что было же нормальное место вот сразу же вот ее поставим посмотрим как у нас получится справится ли она вообще я надеюсь что справится она сразу несколько широк пробивает это может быть из-за того что над оружие это вишня которая взрываются так сейчас бы побыстрее накопить на еще кого-нибудь это по снова там дополнительная сила у нас было я вот сюда финна поставил что тут как раз таки две линии соединяются в одну и у нас финн будет хорошо дамажить тогда всех так тому же можем дополнительных наших тут пиратов поставить вот и если что у нас сейчас аж 45 раундов кстати и я так понимаю это означает то что у нас будет мол значит к нему надо готовиться я принципе видел у наших героев способности которые позволяют отправлять с молобами так нужно и причем нам сто процентов надо будет поставить цай так как даже в рассказе с ней говорилось что вот она там с молобами хорошо справляется в принципе сами еще должны об этом помнить потому что только недавно нам сказали про это так вот все в принципе 3 будет хватать трех дополнительных пиратов она в принципе кстати этой максимум на данный момент если мы потом еще не вкачаем хорошо что тут они потом возвращаются и как раз таки наша кесси их добивать так сай муца я вот сюда поставил принципе тоже хорошее место как по мне для нее о о посмотрите мне даже доставка какая-то другая а у них у каждого в принципе то разное но никита у всех почти таки светлые были а здесь темная аж резко вы знаете непривычно больше радиус действия так к радиус это очень круто вот единственное что я не буду никого из героев прокачивать до 25 уровня насчет обнаружения камуфляжа чтобы мы проверили и поможет ли стаи справляться с ними очень острые сюрикены более острые сюрикены могут поразить больше воздушных шаров а на воздушные шары пораженные сгустком тени получает двойной урон течение короткого времени полезно которые как бритва сюрикена поражают еще больше воздушных шаров наводящиеся сюрикены вот это это реально как самое обычное это бзяна ниндзя и если она не будет справляться с этими кумфлированными шарами это очень странно так мульти бросок еще я тоже бы не вкачал по моему там действительно опечатка в заставке поэтому и надеюсь убедимся в этом но не будет плюсах то писать типа не может справляться кумфлированными шарами где они такой плюс то видели по моему ни для кого это плюсом ну никаким не считается и кстати посмотрите как царь то нормально прям бьют помимо этого еще команда пиратов нормально носят но фильм пока наверное почти меньше всех нанес урона но он у нас как дополнительный стоит так это собиши кстати смотрите действительно бьет то есть все таки там опечатка кинжал со снаряжением видимо мы ее до максимума вкачали теперь будем ставить других а то это действительно очень странно было написано мне ведь не показалось мне даже потом хочется зайти на запись и проверить показалось ли мне все это или нет потому что там но действительно было написано что она как бы все с камуфляжем и не справляется а там для она справляется так уже 30 раунд так бы у нас уже игра закончилась победой а здесь она пока что продолжается еще 14 раундов впереди и не что все будет нормально и себя был в бульгумбу поставил у нее радиус хороший причем тут увеличивается любовь какая-то это кассия соединке такой быстрее теряет меньше ресурсов пока не понял она чё любит эту бульгум или как или это просто к синергия там выглядит еще заметил что он похоже скидка увеличила причине появилась на прокачку потому что тогда вроде бы огненные бочки стали 1200 то есть это вот видимо как раз таки сергей все этой если смотреть как по блунстаде то уже очень скоро нас будут ждать первые моба поэтому надо бы прокачать финна от достижение делает провалу 2 мысли к провалу мы вроде нормально идем не надо тут нас так запугивать требуется медальон брагенда со снаряжением понятно куда-нибудь она у нас появится вообще еще вот прокачаем наших пиратов чтобы ничего сильнее были и в принципе кстати посмотрите как мы идем уверенно касси так то по-моему очень даже сильно и стать сою вообще очень круто я понял что это похоже вот первая игра где я на данный момент ну до сих пор еще не использовал моба а не баба джейка увидел моба и все это так колюще сил оружия вот все теперь еще еще люди сильнее будут так все булбульгум теперь у нас круто вот мало будем прям нормально справляемся это наверное сайт все в основном конечно сносит уй тут их 3 уже опасно так справились справились нормально офигеть хим молодцы и бои их монета конечно же драгоценный камень зелье 2 шара желаний очки опыта неплохо идем дальше открываем на шара желаний скоро я уже все начнут распылять а по-моему у нас тут уже все есть про меня этого я кстати не уверен где-то на обезьяну вот это я бы точно бы распылил вот так и сделаем хотя очень ежко на самом деле стоит все это идем тогда на вторую карту блин а тут в этой воды нету воды нет это конечно очень жаль попробуем так справиться или же мы может быть сможем день кисть о реально слушайте то есть в эти лужи можно поставить кейси а давай так и сделаем а мы ее везде можем поставить типа эта карта подводная и она ставится везде ой нормально так но я бы ее где-нибудь вот сюда тогда поставил лодки так не работают у нас все работает может быть это как раз таки была фишка этой карты и мы как-то об этом узнали но в любом случае она как подводная она водная но наш корабль шел под воду ничего ему нормально продолжаем еще можно вот несколько этих пиратов и поставить чтобы как дополнительная сила у нас было равно не всем в радиусе кейси и так нам будет намного легче ой что я ткнул решил посмотреть а тут прям так открылась я такого не ожидал я к такому не был готов так финна вот сюда я поставил как дополнительная сила он конечно очень важно макса бы я куда-нибудь поставил еще не здесь я бы сайт поставил слушайте вот или вот здесь не вот здесь я поставил бы сайт или не здесь вот здесь я уж тут сломался в любом случае я бы поставил сайт а крон 9 будем смотреть по ее радиусу вот сюда я бы поставил вот она будет прям со всех сторон тогда метать и хорошо урона наносить также она точно был в любом надо будет поставить потому что это замедление это будет точно круто так и влезала бы она сюда вот кстати и везде она это влезла нам причем и вот я только не знаю мы наверное сможем вкачать ее синергию только одному либо финну либо кесси я наверно вкачал кесси так как все таки она покруче будет так как она даст пользы и своим пиратам и себе и нет прям здорово так вот еще вот начали теперь она сильнее вот воронье гнездо кесси и и ближайшие союзники могут видеть конфлированные шары то есть даже не только она вот так вот и кстати из того что мы вкачали еще синергию с этой принцессой бувль гум у нас все еще дешевле стало причем нормально так намного дешевле вот это я сейчас точно прям заметил так сейчас будем увеличивать максимальное количество наших сокоман говорить разучился и 180 кстати не стали стоить всего так вот сюда можно одного поставить одного я сюда поставил да они все помещаются в радиус как раз огненные бочки вы им еще тоже поставить и после этого я наверное буду сайт скачивать не знаю часто ли она будет кидать эту взрывную бочку сейчас посмотрим или она как раз таки ей будет все время стрелять но сейчас кейси прям по урону идет круто так вот с этим мы тоже справляемся принцовыми шарами за это спасибо всем абсолютно единственное что я не помню на каком тут идут мавы они тут идут не на сороковом а чуть-чуть подальше то ли на сорок третьем то ли на сорок четвертом начинает идти и при этом их как-то то есть на одном раунде их он один идет а на следующем к сразу несколько поэтому это нелегко так что нам сразу постараться вкачать все нормально было отмечен для уничтожения сейчас вот вкачаем так как тоже вот будет очень полезная прокачка что двойный урон будет проходить по всем помеченным врагам но я на данный момент уверена то есть 35 и 36 раунд мы справляемся со всем правда иногда все таки все равно что то такое вот возникают какие то трудности вот я тех пиратов прокачаю хочется прям вот максимально сейчас прокачать чтобы все у кесси были очень сильные жалко что вот это еще не можем сделать воздушные шары уничтоженные кесси и команды приносят больше денег становится прилипание к шарам уап для нанесения серьезного урона блин это круто слушайте что немного таких скиллов классных а и у нас кстати есть еще вот так это прикольно я думал что у нас это закроется но после пропускания шаров это я даже не знаю мне пока тут не хочется это прокачивать у нас не так уж и много этих пропусканий увеличенный диапазон атак больше всего оружия вот кстати с одним овом на сорок втором раунде первому а пойдет на сорок втором раунде надо запомнить и мы справились с ним хорошо довольно таки быстро так вверх разума надо еще вкачать чтобы он тоже с комфляшем справлялась вот сейчас их пойдет прям несколько так двумя справились причем не сложно вообще не сложно было так фух уверенно прям ну действительно нормально все справились с этим так драгоценные камни монеты якори шар желаний и зеленый причем очки опыта 90 так и сейчас будем проходить последнюю карту ну сначала конечно шары желаний ой мы почти уже седьмой уровень что тут воздушные шары пораженные атаками дают аген дополнительно ядовитый урон ахова но есть уронов давайте это кинжал по и не возьмем так остальное сбрасываем идем на главную и выбираем третью карту ну конечно сложно надо проходить чуть нам самый обычный то смысла нет в этом так а здесь что у нас по кессе конечно мы ее везде можем поставить я бы ее правую сюда перейдену будет поставил то есть она нормально от бром идет пускай идет дальше век поэтому сейчас мы будем смотреть это как у нас хотя я бы знаете сначала более гумба куда-нибудь вот сюда поставил так скоро должно уже накопить может на следующем раунде уже ее и поставим этот музычка веселая и при этом сразу такие взрывы шаров но это нормально ничего в этом такого нет игра такая чё поделать как бы нам стать то я нормально вот давайте право здесь то ванна подходе сразу же замедляла ну или уничтожала принципе все будет уничтожать то для нас же лучше даже будет облегчить работу и все такое оператор бы как-нибудь бы еще поставить будут с ними возиться поставь все так ну одного еще сюда и второго принципе они все под ее радиус попадают у нее очень большой радиус и вот сейчас будем дальше вкачиваться вот сразу пиратур вкачаем ой кстати посмотрите немного опасно было так воронье гнездо нет надо мощная амуниция сначала надо действительно лучше мощную амуницию вкачать а потом уже идти на что-то другое окон все при она есть и может быть там теперь даже легче будет справляться всем можно вот так еще финна здесь поставить ой еще один шар то прошел теперь у нас еще финн будет помогать на всех случаях стоять может быть от этого легче станет так крупная дробь это нам точно надо будет куда-нибудь бы нам сай кстати поставить чуть на этой карте даже вот не знаю нормального места под нее может быть день вот здесь если он полностью вкачан то у нее ведь радиус должен увеличиться она будет больше сносить по крайней мере я действительно буду на это надеяться всей душой так лучше теперь будем наверное ее и вкачивать и посмотрим на что она будет способна чтобы из что успеть ее это заменить так нам тут принцесса бугульгум сказал что она очень занята да да ничего о она помахала нам только что но по моему ниндзя только что махать пытался а они все машут что ли ой прикольно я им тут работать не даю они шары уничтожают я им говорю давайте мне тут как бы хлопаете ой машите я тут с вами разговариваю так 29 раунд уже большая часть как раз таки раундов преодолена уже осталось всего 15 надеюсь что у нас тут все спокойно пройдет так я вот сюда бы нам ледяного короля поставил ну чего он перестал ставить вот он стук что нормально был вот все пускай тут стоит так петцу бы ищий пускай будут стоять на всякий случай огненные бочки тоже еще вкачаю так как от них тоже наверно урона будет промного и все это посмотрите как у нее быстро урон начинает расти конечно она и стоит ближе чем другие но все же и так нормально точно надо прокачать потрошитель муа потому что они уже скоро будут на подходе и сейчас хочу прокачать ледяного короля чтобы он своими молниями ледяными тоже бил далеко и наносил большое количество урона так так все вкачиваем во все стороны и у него все таки дорогие прокачки при контакте с нежим королем воздушные шары замораживаются ну как ледяная обезьяна и как-то вообще все подряд смешал в себя разряд молнии тоже вот я вкачал в нему ледяная молния ледяная молния а и тут мы тоже прошли достижение выполнили обними меня герой 3 так монеты драгоценный камень фрикадельки 2 ну две фрикадельки точнее шары желаний опыт но кстати сейчас должен уровень подняться нам вроде совсем чуть-чуть не хватало фамблированные шары очень хорошо маскируются да 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 это мы уже знаем да седьмой уровень начальные деньги увеличены это прикольно так то что тут начальные деньги увеличиваются и открываем еще один сундук серебряные посмотрим кто у нас тут будет монеты 150 драгоценных камней 6 панфики 6 осколков 100 шары желаний 1 зеленый плюс сила мы с ледяного короля наверно вкачать сможем так давай шары желаний нам тут о у нас их 2 вроде бы сразу же должно быть что это такое скорость восстанавливает одну жизнь за раунд о это нам точно надо а это кому надо надевать всем любым сейчас надо обязательно это посмотреть делак о абракаданиэль на 5% улучшает стоимость улучшения которые требуют нахождение определенных персонажей в радиусе дать это возьмем у нас это еще не было пакетик леденцов правда я тут не очень вижу про такой пакет он видимо настолько прозрачный так все переходим на главную кому бы нам тут надеть кого мы точно всегда используем вот финнам и так что это дает радиус плюс один скорость плюс один вот давайте как раз таки ему и наденем новый предмет все все теперь у нас будет восстанавливаться по одному по одному по одному да вроде да по одной хп каждую эту каждый раунд так локнуть 50 шаров ственцовых расположить кейси на подводной карте то есть реально это было что-то секретное пройти приключение 7 и у нас еще сейчас будет 2 этих шара желаний о мини пульты союзники эти катапульты возможно маленькие но наносят воздушным шарам больше большой урон бесовых свойств полющая сила плюс 3 блин и тот и тот на самом деле крутой но я лучше возьму оружие о так тимбулет на бугульгум так остальное все и чё нас в этот раз ведут это оружие на бугульгум причем так я взял этих союзников банановых стражей они тоже для нее прям прокачали ее здесь слушайте так мне прям сразу интересно какое оружие у нас все-таки получше будет и мы можем кстати вот добавить оружие а у нее даже не было оружие это тогда конечно тогда вообще все классно теперь у нас с ней может безделушки какие-то вот это ей будет в принципе полезно по моему так а вот здесь пока это наверно не для нее вот будем смотреть еще еще сила какая-то новая расплавьте воздушные шары сила увеличивается если рядом находится пламенная принцесса ой у нас ее нету то есть нам еще далековато до нее вот она кстати еще потом можем попробовать проходить с ней вот все здания а вот это вот марсианские игры захватите марсианский трон открывается на 10 уровне я не знаю сюжетка ли это или нет у нас тут есть какое-то задание которое как раз таки на 10 уровне открывается может быть это и есть оно но в любом случае обо всем мы наверное уже узнаем в следующей серии на этом я наверное буду заканчивать эту здесь вам понравилась игра поставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии как вы вообще ждете ли вы продолжение чтобы вам интересно было бы узнать об этой игре на этом было все всем удачи и всем пока пока